Еще одна бреши в безопасном городе. Почему не отложку штрафуют за скорость и как быть водителем скорой помощи, которые платят штрафы из собственного кармана, спасая жизнь пациентам? Для нас это остается проблемой, потому что у нас не предусмотрено статьи в бюджете на оплату штрафов. Платные дороги в Кыргызстане. Минтранс предложил тарифную сетку. Сколько кому и за что придется платить за проезд по автотрассам, выясняли наши журналисты. Год в эфире. Телеканал «Апрель» сегодня отмечает день своего рождения. Наши корреспонденты вспомнили героев своих материалов, навестили некоторых из них. Вот так вот личико нам красивое сделали, чтобы мы были красивыми девочками. Это «Вечер новостей» в эфире телеканала «Апрель». В ближайшие полчаса только о самых важных событиях нашей страны и не только. Я, Наталья Кролевич, рада вас приветствовать. Сотрудники ГКНБ выявили факты аффилированности должностных лиц ГРС при поведении тендера на закупку биометрических паспортов. В частности, было установлено, что закупки проводились с нарушениями закона в обход принципов экономичности и эффективности использования бюджетных денег. Таким образом, сообщают в ГКНБ, одна из компаний, предложившая цену на изготовление паспортов на 250 миллионов сомов меньше, чем компания «Победитель», была отстранена от участия в тендере под предлогом несоответствия заявкам. Кроме этого, были установлены связи руководителей ГРС с представителями выигравшей компании, за счет которой чиновники неоднократно ездили в зарубежные поездки. Добавлю, что тендер выиграла литовская компания «Парсу Пасаулис». Сейчас ГКНБ проводит досудебное производство по статье «Коррупция». Арестованному экс-вице-премьеру Душенбеку Зилалиеву предложили дать показания против Алмазбека Атамбаева в обмен на то, что его выпустят из СИЗО ГКНБ. И по делу он пройдет не обвиняемым, а свидетелем. Такое сообщение он передал через своих адвокатов. По словам бывшего чиновника, его пригласил офицер ГКНБ и предложил сотрудничество. Когда он узнал, чего именно от него хотят, то разговор не получился, пишет Душенбек Зилалиев. Скорую помощь штрафуют за скорость. В числе получателей писем счастья в рамках проекта «Безопасный город» оказались и водители машин-неотложки. Некоторые из них всерьез подумывают об увольнении, ведь штрафы им придется платить из собственного кармана. Нарушать скоростной режим, пусть и ради неотложного больного, непозволительная роскошь для них. В проблеме разбиралась Юлия Кулешова. Алтенбек Исмоналиев работает на скорой помощи вот уже 6 лет. За это время каких только больных не приходилось ему перевозить. И всегда главным было скорее приехать на вызов. Ведь чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов на то, что человек останется жив. И проблесковые маячки в таких случаях включает всегда. На него никто не реагирует. Нам главное звук. Этот звук все слышат, все уступают дорогу. А проблесковый маячок, он хорош только ночью. Это я нажал на кнопку, а заработал сверху или нет, не видно. То есть в прошлый раз, когда мы ехали, мы-то едем, думаем, что она работает. Пусть люди ждут, говорят теперь. Болеют, страдают. Будем ехать по правилам. Сотни вызовов каждый день. И везде надо успеть вовремя. Промедление смерти подобно. В этом случае далеко не метафора. Нарушать скоростной режим нередко приходится. С момента запуска безопасного города скорая помощь получила уже более 20 уведомлений о штрафах. Каждый на 3000 сомов. Некоторые из них удалось аннулировать после обращения с заявлениями в ГОБДД. Но для нас это остается проблемой. Потому что у нас не предусмотрено статьи в бюджете на оплату штрафов. Водители сейчас у нас, у которых зарплата 9, максимум 10 тысяч сомов, они сейчас отказываются ехать быстрее. Но они просто-напросто боятся, что к ним придет очередной штраф. В числе нарушителей скоростного режима оказалась и частная скорая помощь. Три штрафа на общую сумму в 9 тысяч сомов. Вот как раз у меня в руках те карты, по поводу которых были совершены вызовы, за которые непосредственно было наложено наш штраф. За превышение скорости у нас были две транспортировки тяжелобольных с реанимацией города Кант в реанимацию города Бишкек. Соответственно, мы ехали и с проблесковыми маячками, и сиренами. За вот эти данные три штрафа оплатила компания. Наш шеф сам оплатил вот эти штрафы пока. Ну, мы решили эти штрафы оспаривать, конечно, потому что это нереально, к сожалению. Вот в данное время включены маячки. Видно, что боргает дальний свет, предупреждает. Ну, вверх не снимается. Все на черно-белом снимке, это, конечно, не видно. Снимается по лобовое стекло. Маячков, конечно, в это время не видать. Лукавят водители считают в ГОБДД. На перекрестках установлена не одна камера, а несколько. И фиксируют они не только до семи нарушений, но и с разных ракурсов. А уже в центре мониторинга обрабатывают полученную информацию. Нарушителям же отправляют тот фрагмент, где точно виден номер машины. Ранее в ГОБДД заявляли, что не будут штрафовать спецмашины, если они едут с включенными проблесковыми маячками. Включенные маяки, камера фиксирует. У нас сегодня, на сегодняшний день много, которые с маяками фиксированы на камерах. Мы это не считаем, не смотрим. И данная машина, штраф не выписывается. Любое нарушение можно попытаться оспорить. Для этого надо обратиться в ГОБДД, потратить время на просмотр видео с камер и разбирательство. То время, которое скорая помощь старается обогнать, чтобы спасти жизнь пациенту. За проезд на платных автотрассах Минтранс разработал тарифную сетку. По всей видимости, обойдется это автолюбителям недешево. По данным издания «Тазобег», каждый километр будет стоить от 50 тыинов до 14 сомов, в зависимости от типа машины. За что придется раскошелиться, смотрите в наглядной инфографике. У правительства, в частности, у Министерства транспорта и дорог, новая и вполне осуществимая задумка. Государство больше не будет раскошеливаться на содержание некоторых автотрасс. Пока их пять. Может появиться и больше. Они будут содержаться за счет автомобилистов. А какие это маршруты? Маршруты следующие. Первая трасса – Бешкек-Ош в объезд города Узген. Вторая же – Бешкек-Нарын-Туругарт со 147 по 214 километр. Путь проляжет через перевал Кувакы в объезд города Балакче. Третий маршрут – это Карабалта-Чалдавар. Четвертая дорога – Ош-Сарыташ-Иркештам. Пятая трасса – Ош-Баткен-Исфана. Список платных дорог наверняка вскоре будет пополняться. С этим разобрались. Но сколько же будет стоить такая поездка? За проезд по платным дорогам предлагается установить такие тарифы. 56 тыинов за километр для легкого транспорта. От 2 до 14 сомов за километр для грузового транспорта. В зависимости от разрешенной максимальной массы. Уже сегодня ясно, что каждая поездка будет бить по кошельку автовладельцев. Выходит, что даже по самому низкому тарифу 50 тыинов поездка в Ош по платной дороге обойдется водителю в 370 сомов. А если по самому дорогому тарифу по 14 сомов, то это будет стоить дальнобойщикам 10 тысяч сомов. Не слишком ли дорого? Почему я должен столько платить? Правительство объясняет это так. На строительство и содержание дорог тратится огромное количество денег. 3,3,5 миллиарда сомов каждый год. Хотя требуется вообще больше 10 миллиардов. Львиную долю финансирования дорожной сети составляют внешние инвестиции под гарантии правительства Кыргызстана. 74-78% от всей суммы ежегодного финансирования. Предварительные расчеты показывают, что объем средств за счет платных дорог не может полностью покрывать потребности на эксплуатацию платных участков автомобильных дорог. Реальная платежеспособность основной массы пользователей такова, что они могут покрыть максимум 50%. На строительство этих дорог потрачено более 2,5 миллиардов долларов. Кредиты донорам нужно возвращать любыми способами, в том числе за счет простых водителей. Но, как показывает практика, полученные от них деньги в развитие дорог не вкладываются. Возьмем, к примеру, дорогу на перевале Тюашу. Там обязательная плата за проезд взымается с каждой машины, но состояние дорог, особенно зимой, оставляет желать лучшего. Автомобили застревают в лавиноопасных участках, Минтранс не строит защитные галереи, спасающие от лавин. Впрочем, пользоваться платными дорогами не обязательно, остаются ведь и бесплатные трассы. И каждый водитель сам выбирает для себя маршрут, в зависимости от своего кошелька. Канат Расхулов, Кусан Гафиров, Телеканал Апрель. Ровно год назад, 2 апреля 2018 года, начал вещание Телеканал Апрель. И на протяжении всего года наши журналисты брали интервью у депутатов парламента. Правда, парламентарии не всегда этого хотели, потому что на следующий день некоторые из них просыпались просто суперзнаменитыми. Например, мало кому известный до этого Пархат Тулиндебаев прославился на всю республику после того, как исполнил свою версию гимна страны для журналиста нашего канала. Теперь его узнают везде. Поэтому, увидев микрофон апреля, многие депутаты стараются обходить съемочную группу окольными путями. Так, за что в Чугуркуке Еше не любят Телеканал Апрель и почему, несмотря на это, смотрят, узнавал Канат Канеметов. Апрель отличается от других телеканалов. Мне кажется, очень активно показывает стране, что, как сказать, не... Апрель не под контролем власти. В эфире много материалов оппозиционного характера. Апрель – новый канал. Надо признать, что за год он смог набрать большую аудиторию. Я позитивно отношусь и к тому, что канал много времени уделяет расследованию. Ну, самая главная претензия депутатов телеканала «Апрель». Ну, конкретно таких претензий нет, но немного, некоторые вопросы, они пока однобоко освещаются со стороны телеканала «Апрель». Самое главное – «Апрель» – независимый канал. Его двери открыты для всех. Материалы подаются по факту. Вот этим он и отличается от других. В своих новостных выпусках наши журналисты освещали не только ежедневные события из жизни страны и за рубежом. В эфире телеканала корреспонденты поднимали вопросы помощи для тех людей, которые срочно в ней нуждались. Эти усилия оказались не напрасными. Сегодня мы вспомним такие примеры. Юлия Кулешова навестила героев своих репортажей. Этот сюжет вышел в первом эфире нашего телеканала 2 апреля 2018-го. «Хелп Кристинка» – акцию под таким хэштегом запустили в соцсетях неравнодушные люди, близкие и знакомые Кристиной Михайловой. У девушки обнаружили саркому мягких тканей правого бедра третьей степени. На лечение в московской клинике каждые пять дней требовались 100 тысяч рублей. Я всегда пыталась, старалась помогать своим друзьям, но не думала, что когда-нибудь это вернется ко мне с торицей. Но кругу добра в природе существует, и это дышает надежду. Позади у Кристины успешная операция по удалению саркомы и четыре химиотерапии. И вроде все страшное позади, но… Оказалось, что еще появилась киста в головном мозге, ее благополучно вырезали в нашей нейрохирургии. У нас там замечательные врачи. И потом через где-то месяц оказалось, что еще одна на том же самом месте выросла. Ну ее тоже удалили, и сейчас прошел где-то месяц уже, в конце февраля было. И теперь назначили лучевую терапию, и хожу вот теперь. 27 сеансов, по окончании которых Кристина надеется вернуться к любимым танцам. Ай да, ай да, моя принцесса. Вот такой София была всего два с половиной месяца назад. Она родилась диагнозом полной двусторонней расщелины верхней губы твердого и мягкого неба. Операцию по исправлению дефекта готовы были провести бесплатно в Национальном центре охраны материнства и детства. Но вот покупать лекарства, перевязочный материал, оплачивать наркоз и прочее семья должна была сама. А это 30 тысяч сомов. Сумма для мамы Софии неподъемная. Но всего за неделю после выхода сюжета удалось собрать деньги и сделать операцию, за что мама девочки не устает благодарить добрых людей. Пойдем, 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 красавица. Моя девочка. Нам зашили губку, заживает уже, затягивается все. Ну, в принципе-то так сильно ничего. Ну, как и в миду, то, что кушаем, все равно у нас и поперхиваемся, и это, потому что еще небо надо зашивать. Вот так вот личико нам красивое сделали, чтобы мы были красивыми девочками. Небо у нас там, верхняя, это самое, две расщелины, как с носа идет. И когда она кушает, пища бывает через нос выходит половина. В течение года Софии предстоит еще одна операция, затем еще. А пока девочка играет с братом Максимом и учится произносить свои первые слова. Мама, баба и Макс. Пока, пока. Вот, молодцы. Юлия Кулешова, Куманчбек Мамытов, телеканал Апрель. Тема ДТП с летальным исходом всегда бросает в дрожь. В Кыргызстане по итогам 2018 года зарегистрировано около 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Многие попадают в аварии из-за пьяного вождения, однако бывает, что непосредственно в ДТП виноваты правоохранительные органы. Наш канал делал немало материалов, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Но две истории действительно остались в памяти. Оскар Насипкулов расскажет подробнее. В середине августа 2017 года в центре Бишкека сотрудники управления патрульной милиции преследовали мотоцикл. Погоня закончилась трагедией. Сузуки на полной скорости врезался в легковой автомобиль. В итоге погибли мотоциклист и пассажир машины. Еще трое пострадали. Самое ужасное в этой истории то, что машина УПМ после столкновения скрылась с места происшествия и не стала оказывать какой-либо помощи. Среди пострадавших была Аделина Назарова, дочь легенды кыргызского бокса Орзубека Назарова. Она сидела позади мотоциклиста и чудом осталась жива. Позже служебное расследование показало, что погоня была необоснованной. Инспекторы Улан Султангазиев и Шукурумиров были не на своем участке. На милиционеров завели уголовное дело и в нем начали появляться новые обстоятельства. Султангазиев, который был за рулем, он остался в машине, а второй Умиров, он вышел с машины. Он вышел в машину, видно, это видео я сам предоставил следственным органам. Он вышел с машины, он пошел, он гулял. И мы видим в это же время, как та машина работников МВД, она выезжает, ну и все остальное, нарушает правила, разворачивается и устраивает погоню. Получается, в машине был только один инспектор? Выходит, что так. Но, по словам Назарова, он до последнего не признавал свою вину. Когда было последнее его слово, он говорил, что у меня не было в машине. Сколько раз суды откладывались по объективным, субъективным причинам. Менялись адвокаты у подсудимых. Я терпеливо ждал, терпеливо ходил, терпеливо подстраивал свой график. У меня командировок много. График подстраивал под суды. Терпеливость все-таки принесла свои плоды. Рано или поздно наказание должно было последовать. Окончательно определить суд амазию наказания в виде лишения свободы сроком на три года. Умир вошу куратью рабача признать невиновным в совершении преступления. Орзубек Назаров приговором остался доволен. Говорит, главная Аделина полностью восстановилась. Еще одно ДТП, получившее большую огласку, случилось ровно 10 месяцев назад. Тогда в аварии погибла миссис Мира Санья Шакирова. Она ехала с отдыха на Иссыкуле. На одном из поворотов в селе Чоктал автомобиль на скорости почти 200 км в час въехал в ограждение кладбища. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Им оказался некий Чингис Кондурбаев, ухажер девушки. Как позже выяснилось, после аварии он сбежал с места ДТП. Мужчину осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но позже срок сократили. Ну, они потом через два месяца дали на апелляцию. Это было 1 февраля, рассматривал областной суд. Снизили на 5 лет. 5 лет сейчас колонны-поселения дали. И 400 тысяч материальный ущерб. А вот компенсацию, по словам матери пострадавшей, Кондурбаев так и не выплатил. Ни рубля он материальный ущерб, материальный ничего не заплатил фактически. Хотя он рассказывает, что платил что-то. Ну, такого не было ничего. Да, в обеих историях справедливость все-таки взяла верх. Но людей уже не вернуть. Оскар Насипкулов, Рамазан Сушанло, Рустем Раимбеков, телеканал «Апрель». Дети с онкологией отныне могут узнать о своей болезни больше. Общественный фонд «Помогать легко» подарил детскому отделению Национального центра онкологии и гематологии книгу «Читин Чудик». Это история о борьбе одного мальчика с раком. В книге простым языком, понятным ребенку, описано все, что происходит с его организмом. На презентации побывали и наши журналисты. Чтобы книга не пылилась на полке, ее представили детям интересно. Пригласили звезд кыргызской эстрады, шоуменов. Они прочли малышам книгу и сыграли с ними в подвижные игры. Примечательно, что все звезды пришли в центр онкологии как волонтеры, то есть бесплатно. Ведь чтобы вселять надежду, иногда достаточно просто общаться. С этими детишками, как будто бы, вы знаете, как будто бы ты себя чувствуешь хорошим человеком. И когда видишь их радостные глаза, когда видишь, что им просто хорошо, когда они просто дети, и ты от этого получаешь невероятное удовольствие, от того, что просто человек, наверное, рад. Книга Читин о мальчике, у которого обнаружили опухоль в ухе. Они с мамой спешно перебираются из больницы в больницу, сдают анализ на биопсию, а потом 7 месяцев химиотерапии. И вскоре он, наконец, может ехать домой. В книге подробно описаны все анализы, необходимые препараты и эффект от них. Притом доступным языком. Благодаря ей родители и дети могут понять, что с ними происходит, и на примере мальчика ожидать счастливой развязки. «Пособие, которое рассказывает и родителям, какие манипуляции проводятся для лечения ребенка, что такое химиотерапия, как она работает в детском организме, чтобы бороться с болезнью. Это прекрасное пособие для того, чтобы врачи и родители работали в команде, для того, чтобы ребенок выздоровел». Чудика написала московский врач-гематолог Анастасия Руднева. Два года назад Центр онкологии уже получил тысячу экземпляров. Но тогда же в фонде поняли, что нужен эквивалент на кыргызском языке. Переводом занялся волонтер фонда. Деньги на выпуск собрали с миру по нитке, набрали 130 тысяч. Типография сделала скидку, и вот Центру онкологии подарили еще одну тысячу книг. Теперь уже на кыргызском языке. «Эта книга дает надежду, что эта болезнь излечима». «Этот мальчик, он заболел. У него опухоль в ухе, и мама повезла его в больницу. Там были уколы, томография. Но он вылечился и уехал домой. И я тоже хочу выздороветь. Мне эта книга очень понравилась». Сейчас в детском отделении Национального центра онкологии 45 ребят. В прошлом году за помощью туда обратились около 800 детей. Из них выживают примерно 80%. Ребята, полностью излечившиеся, от недуга участвуют в ежегодных играх победителей в городе Москве. Это спортивные состязания для ребят, одолевших онкологию. Олеся Цурикова, Кубанчбек Мамытов, телеканал «Апрель». И традиционно наш выпуск завершается обзором спортивных событий. Наш корреспондент Виктор Алексеев уже здесь, в студии «Вечер новостей». Виктор, добрый вечер. Да, добрый вечер. Что интересного произошло сегодня? Сегодня поговорим о хоккее и о новом рейтинге футболистов. Пожалуйста. Сборная Кыргызстана по хоккею продолжает свой победоносный путь к чемпионату мира 2020 года. Наша команда провела уже два матча. И пока можно сказать, что под кыргызстанскими хоккеистами буквально тает лед. Позавчера сборная Кувейта получила от нас целых 14 безответных шайб. А вчера пострадала уже команда Таиланда. Правда, вышла немного скромнее. Всего лишь 6-2 в нашу пользу. Напомню, что для отбора на первенстве планеты нашей команде нужно непременно занимать первое место в группе. Пока лидируем, но лишь по дополнительным показателям. Следующий матч против команды Боснии и Герцеговины. Но давайте перейдем к самому приятному и посчитаем чужие деньги. Накануне вышел обновленный рейтинг самых богатых футболистов мира. В сезоне 18-19 его возглавил нападающий Барселоны Лео Месси. Его доход составил 130 миллионов евро. Если посчитать месячный оклад, то выходит примерно 11 миллионов. На втором месте Криштиану Роналду. Португалец заработал 113 миллионов, что на 10 больше, чем год назад. Третьим по доходам стал бразилец Неймар. Ему упал на счет 91 миллион евро. А вот дальше в рейтинге идут Антуан Гризман и Гаррет Бэйл. Но они заработали намного меньше. Какие-то жалкие 40 миллионов евро. Стоит также сказать, что все суммы указаны до вычета налогов. Но, как мы знаем, футболисты не очень-то любят их платить. Мне бы так жить. Ну, Витя, у меня вопрос по поводу хоккея. Коль скоро наша сборная так удачно выступает на чемпионате мира, если такими темпами все будет продолжаться, может так случиться, что с Канадой предстоит сразиться нам на льду? Если все будет такими темпами продолжаться, то может произойти. Но очень не скоро. Потому что это отбор только на третий дивизион чемпионата мира. А Канада, Россия, Швеция, они играют самым высшим. То есть нужно еще две ступени преодолеть. Ну что ж, будем болеть за наших. Обязательно. Нашим зрителям я напомню, что с обзором новостей спорта в эфире был мой коллега Виктор Алексеев. На этом наш вечер новостей завершен. Спасибо, что провели его вместе с нами. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok